впервые нам досталось на подарок голова лося вот я ее тут уже потиху разделала вот так вот я шкурку у меня первый такой шматочек хорошенький лосиной шкурки и вот я приближаюсь к губе еще немножко конечно мороженое у меня терпения не хватает вот надо конечно чтобы было хорошенько оттаивший но тем не менее вон видите тут уже начинается мясо губы вот в общем насмотрелась я в интернете он видите как она уже тут не ползет надо ждем друзей они нам привезут паяльную лампу вот потому что здесь уже совсем тоненькая кошечка и честно скажу прямо можно сказать уже она не отходит надо паяльная лампа и и будет отрезать иначе очень мясо много уйдет вот таким вот образом я отделала всю голову лося сейчас супруг распилит вот ну и с этого будет очень вкусный холодец ну а с губы посмотрим что будет или просто так и и отварим сидим или посмотрела очень вкусный рецепт со сметаной также отвариваем два-три часа и потом в сметане это все дело дело так но сейчас у для анечки мы отрежем губы губы лося чтобы мы могли дальше их опалить и уже начинать готовить вот рубили теперь мы очищаем ее разбираем и опаливаем верхняя губа теперь нужно это все полить ну а потом уже все здесь надрежем я покажу дальше чтобы сейчас мы разубим голову чтобы сварить потом холодец на улице мороз не хочет топлива не все нормально он сейчас разогреется сейчас мы опаливаем опаливаем и теперь все это обчищаем все правильно все это берется несколько раз что ли от белого состояния это у меня такая плотная шесть что сразу вот это да многие охотники знают что в лосиной губе в ноздрях находятся волосы для этого нужно будет разрезать сделать надрез и соответственно там тоже все полить иначе потом все волосики будут внутри то есть вот эти волоса нам тоже получатся получается нужно все опалить сейчас это я все красиво сделаю вот так вот вот она губа у нас получается вот это вот я сейчас все тоже опалю и сделаем все четко как должно быть вот так здесь что Чтобы удобно было. Вот оно получается в развернутом виде. Пожалуйста, я ее. Потихонечку зачищаю до белого состояния кожицу. Чтобы она была беленькая вот такая вся. Весь нагар мы счешем. Ножечко. Вот оно получается вот так вот все. Щеточкой желательно железненькой пройтись. Вот она такая вот. Вот и здесь где ноздрях я тоже все подпалила. Вот и петитненько. Вальдемар намыл мне губу. Я взяла еще кусочек язычка. Подготовила луковичку довольно-таки крупную. И половинку морковки. Сейчас мы на два с половиной часа, возможно даже три, отправим в казан вариться наше сокровище, наш деликатес. Очень важно, чтобы наша губа, наше мясо было полностью закрыто водой. Я еще, видите, добавляю в начале варки перец. А вот соль, лавровый лист, это уже фактически перед готовностью. Прошло уже полтора часа. Варится губа лося. Все так журчит, бурчит. Выглядит очень аппетитно. И у нас пришло время кинуть два-три лавровых листика. Для пряности будем выключать. Анечка для пробы решила порезать чуть-чуть лосиного язычка. Сейчас будем снимать пробу. Достаем нашу вкусняшку. Она наконец-таки отварилась в два часа. Корточки тут надо будет достать, хрящики вырезать. Собачки. Анечка тут хрящики еще нашла. Сидит, лопает вместе с Ричиком. Да, они оказывается все в ноздрях. Ну так да. Покажи вам ноздряка. Вкусняшку не съешь что ли? Ну что, вкусно? Конечно. Прямо-то в ноздре находится такой вот хрящик. Удобнее все-таки его доставать руками. Мы видели, что делают ножом. Ну пока горяченькая, но и удобно. Разбираем, подготавливаем. Добрались, наверное, уже до нижней челюсти. Тут вот тоже такой хрящевидный, прям. Вот там хороший, вот, вторичку нашему. Кости. Кому-то там уже нехорошо. О, какая хосточка челюстная. Ну вот, с этим мы справились. Легко вытаскивать? Да, легко. Сейчас тут тоже хрящики есть. Это говорит о том, что сварилось хорошо. Дорогой, тебе блюдо от лосика. Самые вкусненькие деликатесики. Держи. Держи, дорогой. Вот, наконец-таки, все у нас сварилось. Перебрали. Ну и теперь наша задача порезать наш деликатес тоненькими кусочками. Нарезаем. Так, чтобы это получилось на сковородочку. Такими кусочками. Кто у нас любитель охотничьей пищи. Нарезаем, стесняемся. И потом сразу же готовим и сметанку, и лучок. Так, вот у нас кусочек нижней губы. Сейчас мы его тоже порежем. Там вся в структуре мясная. Здесь волокна, они мясистые. Это видно сразу. Так, тоже отправляемся сюда. Так, это у нас тоже кусочек. У нас получилась такая тарелочка. Теперь это мы все будем подготавливать на сковородочку. На сливочном масле сейчас будем потихонечку томить лучок. Едва-едва, чтобы цветность потеряла. Наша луковичка стала прозрачной. Соединяем наши компоненты. К пассированному луку добавляем отварную губу. Чеснок мелкодавленный или мелкотертый. Ну и в моем случае 4 столовые ложки сметаны. Ориентировочное время тушения, ну думаю, минут 20-25. Ингредиенты перемешала. Сейчас они готовы убежать к нам под крышечку. Друзья, аромат просто невероятный. Наше фирменное блюдо готово. Даже точнее наш деликатес готов. Ну что, приятного аппетита! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА